Волны Амазонки питают кипучую жизнь джунглей, но тот, кто пользуется этой манной небесной, становится пленником жестоких приливов и отливов. Навигация во время подъема воды не представляет проблем. С борта Калипса люди наблюдают, как величественная Амазония, грузовое судно компании «Вальдес Лайн» поднимается по реке. Река, полноводная в течение года, внезапно милеет в августе. Несколько недель назад Амазония прошла по реке. В этом месте, где сейчас прерии. Для кого-то уход воды в радость. Почва обогащена, вода реки наполнена останками растений. В целом же жизнь страдает от подобных изменений. Птицы бьют гнезда на высохших раковинах. Множество рыб гибнет. Тем, кому удается выжить, приходится адаптироваться к капризам природы. После сезона дождей уровень воды в реке может опуститься на 6 метров. А в отдельные годы – до 15. Люди, животные и крупные суда зависят от капризов реки. Сезон засухи для водных животных сопровождается голодом, изгоняющим их из леса. Но индейцы называют это время «Амекс-кан», то есть «лучший период». Именно теперь люди направляются в элистые места за добычей. Они ставят сети в милеющих лужицах, переполненных рыбой, которой некуда деваться. Паводок оставил свой след. Тонны ивы. Кусто посылает своих людей на пешую разведку в джунгли, которые они уже изучали в водолазных костюмах. Флора и фауна приспосабливаются к бесконечным изменениям. Семена торопятся взойти, некоторые виды рыб впадают в спячку, зарывшись в ил и ожидая момента, чтобы вновь пуститься в плавание между деревьями. В кронах деревьев, независящих от приливов и отливов, блаженствуют обезьяны. Ритм жизни соответствует ритму реки. Амазонская поговорка гласит, «Человек и река уходят, и только лес остается». Люди утверждают, будто в этом фантасмагорическом мире водится нечистая сила. Чудовища крадутся по следам охотников. Дельфины наводят порчу на тех, кто желает им зла. Но жизнь Амазонии зависит совсем от другого. Команда «Кусто» в Амазонии. Режиссер Моз Ричардс. Композитор Джон Скотт. Автор сценария Сюзан Шифельбайн. При поддержке музея океанографии Монако. Фильм «Жака Ива Кусто и Жанна Мишеля Кусто». Зачарованная река. Команда «Жанна Мишеля Кусто» начала путь в верховье реки и, преодолев в горах последние пороги, достигла главного участка реки недалеко от Луизианы, в Перу. В распоряжении команды – 11-метровая надувная лодка. Исследователи две недели собирали оборудование, необходимое для встречи с рекой. Теперь подготавливают лодку. Она доставит их в лабиринт водных дорог Амазонии. Спущенная на воду супругой местного землевладельца, лодка получила название «Пироруку» по имени местной гигантской рыбы. Предстоит много остановок для исследования обширных территорий, протянувшихся по берегам и населенных разными индейскими племенами. На борту лодки – помощники из двух миров, спутниковый передатчик и Поликарпа – индейец из племени Ашкания. Его народ собрался, чтобы посмотреть на наш дилежанс, плывущий по волнам. Поликарпа знает реку с рождения. Он читает ее, как книгу. У штурвала Доминик Сумиан. Индеец принимает решение, полагаясь на инстинкт. Пороги, водовороты и наносы постоянно изменяют русло реки. Карты моментально устаревают. Поликарпа внимательно смотрит на реку. В любой момент мы можем сесть на мель. Это и происходит. Пероруку не успевает остановиться и по инерции налетает на мель. Команда вручной снимает свой цыганский домик с мелью. В районе Укаяли скорость течения уменьшается. В сухой сезон краткие порывы ветра с дождем говорят о близости Амазонки. Ритм жизни успокаивается. Гижуаз, наш инженер, занимается стиркой Доминик Брейтс. Скоро начнется тропический ливень. Дождевая вода спасает от жары, отгоняет насекомых. Укаяли называют рекой москитов. В лодке оператор, ученый и глава экспедиции занимаются делом. Жан-Мишель готовит ужин. Поликарпа, Пепе, талисман судна разделяют с командой дружескую трапезу. Пока все спокойно, исследования начнутся позже. Пироруко приближается к пограничному городу Пукальпа, месту встречи перуанской Амазонки и Тихоокеанского побережья. Сюда свозятся все грузы региона. Груз переносится на шаланды, которые везут его вглубь джунглей. Здесь, с деревьев. Снимают кору, а опилки и другие отходы выбрасываются в воду. Голодные грифы помогают экосистеме, заглатывая отходы. Жан-Мишель Кусто, спускающийся по реке, связывается со своим отцом, идущим вверх по течению Амазонки к месту встречи. Рекоманда на Амфибии исследует приток реки. В этом году вода поднялась высоко. Местные жители привыкли к наводнениям. Их жизни может помешать не то, что вода возвращается, а то, в каком количестве она это делает. Поселенцы спокойно встречают наводнение этого года. Две затопленные хижины рушатся. Две семьи, потерявшие кровь, переходят на лодку. Один из отцов семейства не знает точно, сколько у него детей, но зато уверен, что потерял 15 кур. Он уже сталкивался с подобными катастрофами. Их будет еще много. Европейцы привезли сюда коров и ринулись разводить скот, мало приспособленный к местным условиям. На пирогах люди племени Кабокло. Привозят корм своим питомцам. Приливы становятся причиной множества жертв среди домашних животных. Непредсказуемость паводков позволяет ввести только примитивное хозяйство. Людям приходится выживать. Надо приспосабливаться, либо уходить. Те, кто уходят, направляются на возвышенность, где земли намного беднее. Те, кто остается, смиряются с неуверенностью, нестабильностью и нуждой. В период паводков улова небогато, так как животные в поисках корма перебираются в лес. И лишь человеку, способному управлять пирогой среди деревьев и хорошо владеющему луком или гарпуном, будет сопутствовать успех. Стрелы выпускаются рядом с целью, с расчетом преломления солнечных лучей. Опытный рыбак, заметивший рыбу среди затопленных корней, никогда не упустит свою добычу. Но получить этот опыт можно лишь пока нет дождей, и можно заметить, как кормится рыба. На своем челне, как герой Хемингуэя, старик выслеживает редкую добычу, рыбу пироруку, вес которой достигает 150 килограммов. Это самая большая пресноводная рыба в мире, самый настоящий домосед. Если рыбак заметит ее во второй половине дня, то спокойно дождется следующего дня и поймает ее на том же месте. Пироруку дышит с помощью одного примитивного легкого и жабер. Старик внимательно осматривает поверхность воды. Рыба должна подняться, чтобы подышать. Он тут же бросает свой гарпун. У речных жителей лишь два врага – ягуары и рыбаки. Рыбаки часто не понимают, что эти виды рыб находятся под угрозой исчезновения. Сильная рыба нередко борется по два часа перед тем, как позволит нанести себе смертельный удар. Для рыбака победить пироруку – все равно, что для воина Масаи – убить льва. Мясо рыбы вялится, внутренности пойдут на отделку древесины, скелет закопают в землю, рыбаки боятся, как бы колдуны не наслали порчу на человека, убившего рыбу. Гигантская речная выдра, редкое и малоизвестное животное, присоединилась к нашей экспедиции. Мы назвали ее каша. Это уменьшительное слово кашаса, то есть бразильская водка. Мы нашли это больное животное в заброшенном зоопарке, и чтобы спасти его жизнь, принесли на Калипсо и построили специальный бассейн. Поначалу озлобленная и недоверчивая, каша быстро стала одним из членов команды. В природе гигантская амазонская выдра, самая большая в мире, в поисках добычи должна проплывать огромное расстояние по реке. Эти животные путешествуют семейными группами. Игревая по природе выдра представляет легкую добычу для охотников за пушниной. Ее мех такой же ценный, как у ягуара. Каша держит рыбу в своих ловких лапках, словно банан. Она урчит от удовольствия. Это умное животное для общения использует целую гамму звуков. Обычно их речь привлекает к ним охотничьи пули, но здесь на призывы каши приходят друзья. Два создания с нежностью относятся друг к другу. Путешествие по Амазонке стало 53-й экспедицией Кусто, и его дом повсюду следовал за ним, Калипсо. Команда, постоянно разъезжающая по свету, всегда с нетерпением ждет почту. Путешествие по Амазонке, Каша стала полноценным членом команды. У нее свободный доступ к рубке, где находятся радио и дорогостоящее оборудование. Она любит исследовать охолот и сонар, в то время пока ответственный за электронику Мишель Требо связывается с офисами Фонда кустов Парижа, Монако, Нью-Йорки, Норфолки или Лос-Анджелес. Каждый день Кусто получает срочные сообщения. Когда Требо отправляется донести их по адресу, Каша весело бежит перед ним. Кусто некогда побрится, его постоянно отвлекает. Личные дела всегда отступают на второй план в экспедиции, собравшись только ученых, техников и чиновников. Кусто привлек экспертов со всего мира. Он отправляет одну команду в Дикий район Бразилии, Пантанал, вторую на Трансамазонскую магистраль и множество других в различные точки, разбросанные на площади 4 миллионов квадратных километров бассейна Амазонки. Спутниковые сообщения позволяют ему координировать действия наиболее удаленной и трудной миссии из всех тех, что команда предпринимает в этот день. Но определенная работа тоже не должна быть заброшена. Симон Кусто, редко попадавший в кадр, отвечает за снабжение, а также выполняет функции медсестры, а по необходимости парикмахера. На вопрос, сколько у вас детей, которые ей однажды задали, она ответила, назвав число членов команды. Сейчас у нее 27 сыновей и одна выдра. Конечно, мы находим время подумать. Но работа продолжается до поздней ночи. Амазонка кишит насекомыми, наверняка более миллиона видов. Здесь есть мухи, покусавшие нескольких членов команды. Здесь водятся пауки, способные нападать на небольших птиц. И множество неизвестных насекомых. В этих водах много дельфинов. Но они не играют перед нашим судном, как их океанские сородичи. Эти неуловимые животные не боятся никаких хищников. Поселенцы боятся причинять им вред. Некоторые верят, что это призраки, с белокурыми волосами, живущие под водой и превращающиеся в розовых дельфинов по мере приближения к поверхности воды. Серые дельфины внушают такой же суеверный страх. Старики рассказывают, что однажды вечером, во время праздника, жители целой деревни бросились в воду, увлеченные красивыми молодыми людьми. Это были дельфины-оборотни. В водном потоке до сих пор отзываются эхом их барабаны. Кусто наносит визит одному крестьянину, утверждающему, что однажды дельфин предстал перед ним в образе юной девушки. Кусто интересуется, была ли она красива. «Прекрасно!» – говорит крестьянин. «Так восхитительно, что соблазнила его, несмотря на его возраст». Она была почти обнаженная. Она попросила его проводить ее в ее деревню. Он отказался, сказав, что у него сгорит обед. Он взял ее за руки. «Вы все еще ухаживаете за юными девушками?» – заметила она. Она добавила, что никому не показывалось, и что подошла к нему, потому что он был один. «Она прожгла меня взглядом насквозь», – говорит он. «Она хотела заколдовать меня и увезти за собой, но он боялся, что обед сгорит». Он знал, что это прекрасное создание дельфин, но искушение последовать за ней было велико. «Она планировала, что он не подошел». Если она вернется, он пойдет за ней. Может быть, это и был миг его удачи. Спросите его, что он думает про историю о юных бразильских девушках, утверждавших, будто они забеременели от дельфина, соблазнившего их. Верит ли он в это? Это правда, отвечает наш собеседник, но ребенок – это ужасная рыба. Это случается и в Перу? – спрашивает Кусто. Конечно, – отвечает поселенец, – это случилось с моей матерью. Она мучилась от ужасных болей. Доктор дал ей настой из трав, и у нее случился выкидыш. Зародыш имел форму рыбы, серого дельфина. Малоизученный серый дельфин Амазонии или Соталия никогда не подвергался изучению в среде обитания. Команда Кусто попробует поймать его для Бразильского института исследования Амазонии. Дельфин демонстрирует судовому врачу свою силу. Альбер Фалько, самый опытный из команды Кусто, исследователь морских животных, наблюдает за перемещением дельфина в огороженный участок бухты. Помещенное на пеноматериал животное обливает водой, чтобы его нежная кожа не высохла по пути. Ксавиа Демье переносит его в бассейн. Серый дельфин Амазонки – самый маленький дельфин в мире, метр пятьдесят сантиметров в длину, но он очень быстрый. Такие дельфины живут дружными стаями. Бразильцы называют их «священными дельфинами». Ученый Вера да Сильва изучает дыхание дельфина. О серых дельфинах говорят, что они всегда плавают с определенной целью. Но, к нашему удивлению, дельфин вдруг принялся очень мило прыгать. Ксавиа и Луи Прецелин, оператор, аплодируют ему. Первый натуралист, исследовавший дельфинов, в Амазоне писал, что они пугали купальщиков своим дыханием. Быстрый, но обладающий не очень гибким телом, серые дельфины не способны прибираться между деревьями затопленного леса. Благодаря сильному заднему плавнику, серые дельфины больше походят на морских, чем странные розовые дельфины, живущие в этих водах. Кусто беседует с Верой Досирва, специалистом по пресноводным дельфинам. Серые и розовые дельфины относятся к разным семействам. Да, они действительно относятся к разным семействам. И розовые, видимо, ближе, чем серые к семейству дельфинов, населяющих морские воды. Главное различие в том, что розовые дельфины обладают невероятной гибкостью. Он в длину не более двух метров, но может согнуться пополам. Когда я впервые их увидел, это было невероятно. Да, это связано со строением их тела. Ты плывешь между корнями деревьев в Амазонии, и вдруг рядом дельфин выбрасывает воду. Невероятно, дельфин среди деревьев. Но маленькие дельфины там плавать не могут. Вы не хотите его пометить, прежде чем выпустить? Да, я думала об этом. Мы его пометим. А потом выпустим. Закончив наблюдение, Кусто и Досильва спешат освободить дельфина. Местные жители рассказывают о мужчинах, сошедших с ума или погибших от истощения, от любви к дельфинам, превратившимся в женщин. Наша команда тоже поддалась очарованию дельфинов, но в другом смысле. Самолет из Парижа разрывает предрассветную тьму. Решив в Европе некоторые проблемы, связанные с экспедицией, Кусто возвращается в Бразилию. Сезон благоприятствует наблюдению за необычными розовыми дельфинами Амазонки. Кусто сразу поднимается на борт самолета «Амфибий», чтобы отправиться в город Прае-Гранде на Рю-Негру. С тех пор, как я увидел этих созданий, они меня просто заворожили. Эти странные животные пастельных тонов, самые примитивные из зубастых китообразных, возможно, являются предками дельфинов, населяющих моря. Эти странные существа сгибаются, как резиновые игрушки. Они могут повернуть голову на 90 градусов и, кажется, вращаются в своей просторной коже. В отличие от морских дельфинов, соперничающих по скорости с военными крейсерами, розовые дельфины – ленивые пловцы. Но при случае они могут стать спринтерами. Как брошенное вперед копье, розовый дельфин преследует рыбу, но кажется, что она охотится за тенью. На Рю-Негру у каждого рыбака есть излюбленное место для рыбалки. Он никогда его не меняет, место передается от отца к сыну. Рыбаки расставляют огромную круглую сеть, предназначенную для ловли мигрирующей рыбы. Розовые дельфины, питающиеся рыбой, так же часто попадаются в сети. Исследовательский институт Бразилии посылает сюда ученых, а рыбаки ведут себя сознательно и помогают выпустить в воду дельфинов, попавших в ловушку на пляже. Вера да Сильва представляет институт. Было поймано два дельфина. Говорят, что эти животные очень игривые и бесстрашные. Они будто бы незаметно прокрадываются под лодки, чтобы похитить весла. Пойманные дельфины будут помечены, чтобы можно было проследить за их перемещением. Рыбаки ведут себя осторожно, ведь того, кто погубит дельфина, ждет проклятие и тяжелой болезни. Итак, дельфины помечены, и они отпущены на свободу. Раньше считали, что дельфины слепы, но это отнюдь не так. Их зрение очень острое. В мутных водах амазонки они способны отыскать рыбу с помощью своего сонара. Их клюв, покрытый чувствительными волосками, позволяет им ощупывать дно в поисках скрывающейся добычи. По словам старых рыбаков, бессмысленно закрывать этих волшебных животных в огражденном пространстве. Они тут же сломают ограду и скроются. Главный рыбак Прайе Гранде знает о чудесных способностях розовых дельфинов. Он рассказывает историю, которая якобы случилась с ним. Ему было 34 года. Я рыбачил в этом месте. Моя жена тогда была на пятом месяце беременности. В моей сети попался дельфин. Он заглянул мне прямо в глаза. Когда я попытался вытащить его из воды, ему удалось вырваться. Мы в конце концов схватили его, связали, перевернули на спину, и я стал его бить. Что, прямо так и сделали удивлять кусту? Да. И все же животному удалось спастись. На следующий день его нашли мертвым. А моя жена родила дочь. У ребенка была голова дельфина. Все, кроме клюва. Но у нее на голове было два дыхательных отверстия. Кусту говорит, что в Перу серые дельфины превращаются в мужчин, чтобы танцевать с девушками. Ну, нет, отвечает рыбак. Здесь так делает розовый дельфин, а не серый. В Перу говорят, что дельфинов-оборотни легко распознать. На балу они не снимают шляпу, чтобы не показывать свои дыхательные отверстия. А может, вы тоже, дельфин, шутит кусту? Мне рассказывали, что дельфины превращаются в прекрасных девушек. Это было раньше, по праздникам. Теперь такого не бывает. Так как молодежь в это больше не верит, дельфины не растрачиваются на превращение. Но старинные верования сохранились в народной песне. Дельфин похитил сердце одной красавицы. Дельфин похитил生活 на красавице. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok За ужином ведется оживленная беседа. Вечером на борт по якорной цепи пробрался ягуар, и люди четверть часа пытались выгнать его при помощи метлы. Каша, выдра, присоединяются к своей команде. Индейцы выращивают выдр как домашних животных, но каша, самоуверенная и лишенная комплексов, не просто домашние животные, а настоящая личность. Не обращая внимания на разговоры о ее природном враге ягуаре, каша отходит, чтобы съесть свой ужин ежедневную порцию из 8 фунтов рыбы. Калипсо продолжает двигаться вверх по течению. Несколько десятков миль отделяет команду от назначенной встречи с командой «Изант». Три месяца назад навигации мешали кроны деревьев. Сейчас же, имея меньше одного метра воды под килем, корабль рискует сесть на мель. Винты остановлены. Проводник из Перу объясняет свои опасения главному ныряльщику Раймуну Колю. Они вызывают кусту. Проводник боится, что вода будет и дальше опускаться, и корабль не сможет вернуться по реке после выполнения миссии. Кусту просит двигаться как можно медленнее. Но показания Сонара не внушают оптимизма. Команда бросает якорь. Кусту решает, что Калипсо дальше не пойдет. Во время экспедиции «Анаконде» речному судну с маленьким водоизмещением удавалось исследовать притоки и речушки, запретные для Калипсо. Сейчас оно нам понадобилось и здесь. Команда «Пироруко» под руководством Жан Мишеля завершает спуск от истоков Амазонки. Завтра она должна встретиться с Калипсо, закончив свою миссию. Теперь Пеппе, попугай, будет жить на борту Калипсо. Команда будет расформирована для выполнения новых задач. Лодка будет сдута и убрана. Мы будем вспоминать пережитые приключения и таким образом вновь переживем их. Шампанское приобретай, горькое послевкусие. Наступает большой день. Усилия лодки и судна, объединенные, чтобы пройти Амазонку от истоков до дельты, подходят к концу. Слушай, мы покинули деревню, но столкнулись с трудностями. Здесь под Килим нет и 50 сантиметров. Пришлось остановить двигатели, потом попробовали их снова включить, но пришлось бросить якорь на слиянии у Каяли и Мараньон. Мы на самом стыке рек и не можем двигаться дальше, потому что тут все высохло. Где именно вы находитесь? Прошу тебя, обозначь свое положение. Мы плывем по Укаяли примерно в 5,5 километрах от устья Мараньон. То есть от места, где вы находитесь и где начинается река Амазонка. Я пошлю к тебе навстречу вспомогательный транспорт, который доставит вас прямо на Калипсо. Аппарат на воздушной подушке, самолет, анаконда, вертолет. Весь этот вспомогательный транспорт значительно расширил район деятельности экспедиции. Именно им теперь предстоит поставить финальную точку. Гежуаз надевает праздничный костюм. Команда 5 месяцев провела под открытым небом, погода была плохая. На борту лодки было тесно 13 членов экипажа. Словно перелетная птица, вернувшаяся в родное гнездо, лодка достигает Калипсо. Она прошла 2300 километров от гор, где из сталых вод рождается Амазонка. Путь Калипсо от Атлантического побережья составил 4000 километров. Вместе они прошли по всей Амазонке. Симон Кусто, который команда Калипсо нежно называет «наша жена», поднимается на мостик, чтобы стать свидетельницей воссоединения. Несъедобная пища, опухшие ноги, руки, искусанные насекомыми. У всех проблемы с кишечником, вызванные лесными паразитами. Все это перешло в разряд истории и почти позабыто. Пришло время торжества. Более тысячи образцов было доставлено на самолете в лаборатории всего мира. Бортовые компьютеры записали разнообразные данные. Электронные зонды проанализировали качество воды на всем пути к Калипсо. Мы располагаем богатством. Какое и не снилось, конкистадорам череды были прорежены голодом и лихорадкой. Мы не подверглись атаке легендарных воительниц Амазонок. Не нашли затерянный мир, но проникли в лес, такой же густой, такой же дикий, такой же нетронутый, каким четыре века назад он предстал перед Пизарро. Мы покидаем его охваченные чувством восхищения. Надо попрощаться с кашей. Жан-Мишель, Фалько и Кусто ныряют вместе с гигантской выдрой, которая так часто свободно плавала с ними и все время возвращалась сама. Друзья Каши собрались, чтобы попрощаться с ней. Как и ее сородичи, Каша ныряет и всплывает, не поведя ни одним мускулом, бесшумно, не оставляя кругов на поверхности воды. Животное так же неуловимо, как река. Никто не хочет прощаться с Кашей, но иного выхода нет. Это пресноводное животное, которое не сможет вынести ни соленую воду морей, ни перемену климата. Калипсу нужно следовать дальше. В Эдре нельзя вернуть свободу. Привыкшая к людям, она стала бы жертвой охотников за пушниной. Бразильский ученый, живущий на берегу озера, в заповеднике, говорит, что Каша могла бы жить там с ним в полной безопасности. Животное разрывает песок сильными лапами, чтобы пометить свою территорию. Из двух анальных желез она выделяет метку с сильным мускусным запахом, а Выдра оставляет информацию о себе для сородичей, которых, к сожалению, никогда не увидит. Бразильский ученый приехал, чтобы забрать Кашу. Мы руководствуемся исключительно интересами Выдры. Мы безуспешно пытались найти компанию для Каши. Даже торговцы животными смогли предложить нам лишь шкурки Выдры. Наше прощание с Кашей, вероятно, станет прощанием с ее видом. Печальное положение гигантских выдр отражает положение леса, где они обитают. Между различными видами, населяющими Амазонку, существует тонкая взаимозависимость, которой мы не осознаем. Что произойдет, если мы уничтожим этот вид? Что произойдет, если молодые бразильцы, переставшие верить в легенды, начнут охотиться на дельфинов и не станут больше защищать Амазонку? Самые старые поселенцы утверждают, будто нечистая сила овладевает душой тех, кто не бережет живую природу. В каком-то смысле это правда. Мы, люди, также принадлежим к хрупким природным созданиям. Если мы позволим исчезнуть Кашей или Амазонке, мы потеряем часть самих себя. Дождевые леса Амазонки – это самая большая лаборатория жизни на Земле. Под пышной кроной ждут своего часа многочисленные чудеса. Виды животного и растительного мира, новые медикаменты, волокна, продукты питания. Жизнь этого пышного царства строится на хрупкой, но эффективной системе. Опавшие листья быстро разлагаются под действием жары и влажности, а корни на поверхности почвы сразу всасывают питательные вещества. На бедных почвах Амазонии лес является замкнутой системой. Во время экспедиции в первозданный лес команда Кусто увидела, что происходит, если этот жизненный цикл нарушен, если деревья врубаются под пашню, если не остается семенного материала, обеспечивающего регенерацию леса, а также нет животных, способных разнести семена по обширной территории. Если нет деревьев, меняется даже сам климат дождевого леса. Половина девственных лесов на нашей планете уничтожена. По мнению экспертов, дикая природа Амазонки также может исчезнуть через 50 лет. Пророческие слова Шатабриана отражают древнюю истину, верную, с тех пор, как люди превратили сады Месопотамии в пустыню. Леса предшествовали человеку, пустыня следовала за ним. Долгое время Амазония диктовала человеку свои законы. Теперь люди пытаются укротить лес, устраивая плотины, прокладывая дороги, поворачивая реки. Работы такого масштаба, выполненные бездумно, искалечили Нил и другие крупные водные пути земли. Мы сделали из них реки прошлого. Амазонка – река будущего. Чем она станет? Свидетельством безумия или данью мудрости, которой хватит на долгое время? Фильм озвучил студии «Инс» по заказу «Сайдус Мидео». «Инс» по заказу «Сайдус Мидео» «Инс» по заказу «Сайдус Мидео»